Почти два десятка городских школ приняли участие в борьбе за кубок и главный трофей Брестской школьной мини-футбольной лиги. Яркие по игровому рисунку и жаркие по накалу страстей матчи прошли на базе средней школы номер 10, где в финале встретились два давних соперника – команда средней школы номер 12 и номер 24. В этом году мы проводим ее по практически всем параллелям. Первый этап у нас был, третий, четвертый классы, сейчас мы играем пятые, шестые и четвертые четверти будут проходить седьмые, восьмые классы. Поэтому футбольная лига в Бресте она была, есть и я уверен, что будет продолжаться дальше. Своё мастерство в рамках школьной лиги юные футболисты шлифуют совсем недавно. Турнир организован тысячелетию Бреста и его поддержала Белорусская федерация футбола. Задача – разнообразить досуг школьников не только в учебное время, но и на каникулах. Это один из этапов для дальнейшего обучения детей футболом, что лучшие игроки своих школ, они дальше продолжают обучение в спортивных школах, футбольных клубах и дальше они растут больших футболистов. Финал лиги по мини-футболу среди учащихся пятых-шестых классов получился ярким и интересным, и по накалу страстей не уступал большому футболу. Бронзовыми призерами сезона стали юные футболисты из средней школы номер 30, а победителями – мальчишки из средней школы номер 24, уверенно обыгравшие своих соперников из 12-й школы. Мы проиграли только одной школе, и самые сильные – это 12-я, 30-я и 28-я, с которыми мы играли. Проиграли только одной, и проиграли все остальные. Ну, счастье, радость, первое место. Для меня это, ну, не знаю, жизнь моя, полдом, друзья, как бы, не знаю, команда. Дипломы, медали, призы и подарки участникам и тренерам, подготовившим команды, а еще незабываемые впечатления и яркие эмоции. За это в большей степени и любят футбол – игру, которая покорила весь мир. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ». Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук.